Казахстан 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 А что Вы можете сказать о деятельности Каддафи как лидера? Как лидер я могу сказать, что в Ливии был самый высокий уровень жизни в Африке, самое высокое у него образование, и, конечно, за убийством, за свержением, конечно, стоит волосатая рука Соединенных Штатов. Потому что, конечно, так соблазнить людей, так подбить на такие беспорядки, и просто так сам ливийский народ не мог, это его могли только спровоцировать, подбить. Когда только они уйдут, то большинство, которое они подавили, они организуют партизанскую войну. И самое, что смущает меня как мусульманина, это то, как мусульмане отнеслись к смерти человека, к убийству. Они буквально вели себя очень, не только не по-мусульманскому, просто по-человечески. Это первое. И во-вторых, западные лидеры, которые с улыбкой на губах говорили, что они добились убийства, я, конечно, не поддерживаю Каддафи, его политику и так далее. Но то, как отнеслись к ним, это очень позорно для Запада и всех, кто вели эту войну и добились чего-то. Очень ужасно, что вообще до этого дошло, и как ужасно мы другались над его телом, над телом его сына. Потому что, по свидетельствам, их пытали. То есть, по трупам было понятно, что их пытали, и вся ситуация сама ужасна, на мой взгляд. Как вы считаете, наши СМИ на протяжении всего ливийского конфликта объективно давали информацию о тех событиях или врали? Честно, следила исключительно из интернета по новостям, поэтому не могу сказать, что было по телевизору. Ну, некоторые говорили, что да, НАТО, все дела помогают регулировать эту ситуацию. Некоторые говорили, что наоборот. Я, в принципе, согласна с вторым мнением. Все было спланировано изначально, потому что в одной из самых крупных стран на сегодняшний момент развитых грядет экономический кризис очень серьезный, и нужно регулировать ситуацию со своей нефтью. Они не могли этого делать, пока, естественно, все регулировалось именно в странах от Востока. В Азии, в Ливии, в Саудовской Аравии. Естественно, им нужно было как-то всю эту ситуацию переменить. Вот, поэтому, на мой взгляд, вся война в Ливии спланирована, потому что жилось там очень хорошо. Я не понимаю, из чего вся эта ситуация с их революцией псевдо. Поэтому, на мой взгляд, все спланировано. Абсолютно. Как вы считаете, в России такой сценарий возможен? Ну, знаете, у нас уже последние несколько лет, судя по экономике, ситуация предреволюционная. Но пока вроде все тихо, и слава богу. Очень зря. Очень зря. И, насколько я знаю, на Сирию мы сейчас в этом наложили вместе с Китаем. Потому что у нас в Сирии очень крупная база военная. Я, на самом деле, еще все-таки не уверен, что Каддафи мертв. Но, если это действительно свершилось, то, в принципе, это довольно печально. Потому что ливийская Джамахири, на мой взгляд, это далеко не самый плохой государственный строй. А то, что западные СМИ, как это выставляют события, это все довольно-таки, на мой взгляд, неправильный свет. Ну, вернее, для них это правильный свет. Но, учитывая то, насколько народ в это все верит, и народ начинает реально считать, что в Ливии все было очень плохо. При том, что там прожиточные минимумы просто огромные. Огромные стипендии, огромные гранты. И, в частности, насколько я знаю, там молодой семье выдается 20 тысяч долларов на покупку квартиры. Выдавалось. Ну, что, в стране нефть, в стране пипец. Как вы оцениваете реакцию нашего руководства, которое не наложило вето на резолюцию 1973 и, тем самым, можно сказать, одобрило военное вторжение в линии? Линия правительства такая, что мы стремимся к Западу. Да, мы, в частности, торговались с ливиоружием. Для нас эта статья доходов выгодна и так далее. То есть, наша ВПК, это, в принципе, одна из таких мощных статей нашего дохода. Но, как бы, в этой ситуации вопрос, либо получать деньги за торговлю оружием с ливи, либо получать негативный статус со стороны Запада. Нам это не выгодно, к сожалению. И мы сделать это, в принципе, уже ничего не можем с такой армадой, как США и Ижи с ними. Я, честно говоря, телевизор не смотрю. Тот же московский комсомолец читал там статейки. В то время делали контент-анализ. В принципе, довольно правильно осуществляли. То есть, со стороны именно... А, или комсомольцы, правда? Не-не-не, в смысле, с правильной стороны, с которой, как бы, это было на самом деле. То, что не было гильз там и так далее, ничего такого. То есть, ну, не было показателей того, что там расстрелили кого-то, кого-то бомбили и так далее. В 40 лет вся страна его как и благотворила, считалась он лидером, а потом вот произошло то, что все унизили. Вот это очень гадко и мерзко получается. И он, на самом деле, не очень достойный этого, хотя он тоже там репрессии делал, убивал людей, но все равно. Ливия была, как бы, в Северной Африке одна из самых сильных и экономических, и политических стран. А сейчас в власти там идут исламисты-чистки. А Каддафи сам был пример таким же, но более сдержанным. И с помощью демократии, которая очень плохая вещь, туда придут именно плохие люди к власти. То есть, демократия ливийцам не пойдет на пользу? Она никому не идет на пользу. Надо было поставить вето, потому что Россия там интересы большие. Но Россия, короче, она сплоховала в этом случае.